Добрый день. Находимся на остановке общественного транспорта улица Калиновая. Напротив находится Цветочный рынок. Поворот с правды маршрутки 136. Первая остановка общественного транспорта. Становимся при спиной и перед нами мы видим вход. Крытый мясо-молочный рынок Калиновский. Если вы желаете попасть ко мне, вы должны смело пометить ближайший период. Место изапелляционного. Открываем дверь, попадаем в прекрасную атмосферу. Прохладно, запах свежего мяса и сала. Продолжаем двигаться вперед. Все, что мы должны увидеть, это горячий лаваш. Это самое лучшее, что может быть утром в жизни человека. Поворачиваем налево. Выходим из крутого рынка. Здесь два замечательных заведения. И оставшиеся люди может удалиться. После этого мы видим хир горят пулитым клещом. Идите винограммом. И купля. Два ларька. В одном продаются замечательные полотенца, круженые трусики, халатики. Но это не мой ларек. Мой ларек следующий. Крайний справа или слева. Все зависит от того, как вы будете стоять. Лицом или стороной. Вот в этом ларьке находится ваш покорный фуган. Открываем двор. Фиксируем дверь. И попадаем вовнутрь. Ну и здесь уже наблюдаем все, что я имею. Уже июль месяц. Число даже не будем называть. Но сегодня будет жарко. Разрешите вас познакомить с новым членом нашего коллектива. Стул, которому принадлежит пережить процесс реставрации. Самый больше реставрировал. В мире это профессионал. То есть человек, который этим займется, он разберет, отшлифует, снимет старую красочку. Морилочкой скроет. И поменяет вот эту обивку. Стол предположительно конца 19-го, начало 20-го. Когда здесь будет... Я предполагаю, что вот этот велюр будет заменен на кожу бежевого цвета. Вот это все будет подогнано, собрано по новой. И цена ему тогда будет, я думаю, тысячи три с половиной. В данном состоянии с турчиком стоит 1200-1300 гривен. Безусловно, хорошая вещь, которая найдет своего хозяина, повелителя. Что же нам подарила предыдущая неделя? А неделя нам подарила любимый шей из моих тем. Это солдатики. Вот, первобытный человек, набор дикари назывался. С дубиной и с каменным ножом. Хомо Саппин, человек разумный. Последователи Хомо Эректуса, человека прямоходящего. Вот он, замечательный солдатик из набора викинги Донецкого завода, игрушек. Единственный недостаток, это вот небольшие отверстия в подставках. Кто-то крепил к какой-то поверхности. Неплохая фигурка, воин в крылатом шлеме, со щитом и с булавой. С палец и Моргенштерн можно нам обозвать. Потом солдатик из набора египтян, который выпускался у нас в Днепре. Тоже в неплохом состоянии. Меч не обломан, щит целый, нос не стесан. То есть им дети поиграли недостаточно. И солдатик из набора донецких игрушек. Индеец. С палицей боевой и с луком за спиной колчан. Замечательные фигурки. Цена им 25 гривен. Большая фигурка стоит 30-40. Поэтому, ежели кому-то их не хватает в жизни, пожалуйста. На протяжении недели удача улыбнулась мне и попалась в руки вот такая замечательная статуэтка из модельного гипса. С 40-х годов. Я ее сам для себя обозвал. Охотник зимой с собакой. Мы видим все, так сказать, принадлежности охотника. Собака лайка охотничья порода. Ружье ИЖ-18, я так подозреваю. И шапка-ушанка. Тулупчик. И так подозреваю, елка за спиной. Ломятся на пропалую. То есть добыча нужна. Из недостатков. Вот клеенная часть. Подклеенная не очень аккуратно. Для людей, которые умеют проводить реставрационные работы незначительные. Это не есть недостаток смертельный. На подставке изображена какая-то цифра. У них на всех какие-то, видимо, номер модели может быть. Да, номер модели. И опять же, недостатки. Небольшой скол на ружье. И отсутствует в некоторых местах краска. То есть это все путем подкрашивания устраняется. У меня дерган в таком состоянии стоит. Я ничего с ним не делаю. Ничего. Ну вот видите, знатоки говорят, что ничего особо делать и не надо. Оцениваю эту статуэтку в 2,5 тысячи гривен. Не долларов, гривен. Не обвиняйте меня в жадности. И будет она стоять вот здесь. Ждать своего нового хозяина. Покупать. Кстати, гипсовым статуэтком у тебя вот эта девушка в русском сарафане. Мне она так нравится. И почему-то она вот... Прекрасная. Прекрасная статуэтка стоит дома. Покажи нам еще раз ее. Да, вот не первая у меня статуэтка. Тоже вот мы ее наблюдаем. Вот. Я ее называю перепляс. Русский, не русский. Очень красиво. Ну, в национальном костюме, скажем так. Славянском. Широкие рукава. Сарафан. И даже червоная туфелька. То есть в акула не зря в Петербург смотался ты. Тоже позитивный. Тоже модельный гипс. Тоже 40-е и 50-е годы. Что в этот период достаточно часто и много выпускали таких статуэток. Ну, до нашего времени немногие из них дошли. Ну, так, чтобы чуть-чуть поддержать эту тему, есть в этом же направлении из модельного гипса с дефектом. Мальчик-рыбак. Мы его когда-то показывали. Но раз мы уже эту тему зацепили, повторимся немного. Надеюсь, вы нас за это просите. Тоже модельный гипс. Мы его, кстати, не показывали. Когда-то, ну, да. Мальчик в брыле. То есть это наш украинский мальчик. Толкает наш украинский челн на просторы нашего Великого Днепра. Очень динамичная, хорошая фигура. Уловленная динамика движения. Недостаток. Обломан брыль. Но пять для реставратора. Это особого проблемы не будет составлять. Потому что основные части композиции сохранены. Классная раскраска. Вот мы видим вышиванку уловлено. Вот берег. Обозначен очень хорошо. Мы видим пень, к которому был привязан этот челник. Весло видим. Ну, в общем, классная статуэтка. Если кому-то она будет нужна, обращайтесь. Сцену мы обговорим. С учетами тех дефектов, что она имеет. Будем считать, что она будет достаточно разумной. На сегодня, я думаю, мы тему с гипсовыми фигурками закончили. Продолжим ее при следующем поступлении данного товара. Ну, и вернемся к нашим маленьким радостям. Так же, неделя нам подарила редкий экземпляр бубен африканских народов из кожи верблюда. Достаточно звонкий инструмент. Имеется такая петелька. Прекрасно. Рисунки. Мужчины и женщины. Такие. Достаточно колоритная вещь. Оцениваю ее в 450 гривен. Почему так дорого? Потому что второго такого пока еще здесь нет. Появится второй, произведем оценку. Ну, вот. Такая вещь, если кому-то она нужна. Кстати, из положительных качеств. Не очень звонкий барабан. Если доверить его ребенка, он в соседней комнате, вы его не услышите. Ребенок будет барабанить, но вы останетесь счастливы. Уже хотя бы поэтому он не может стоить дешево. Хорошее поступление. Китайский чайничек. Заварной. Современный. Современный, но тем не менее китайский. Из недостатков скол. Внутренний ободок. Крышечка присутствует. Почему китайский? Ну, потому что вот. Потому что сделан в Китае. Потому что сделан в Китае. Расписан в Китае. Изготовлен в Китае. Оцениваю я его в каких-то там гривен сто. Если он кому-то нужен, пожалуйста, обратитесь. Я вам его вышлю. Так. Ну и дальше поговорим немного о бижутерии. Которая летняя тематика. Перламутр. Перламутр с черным деревом. Сочетание. Такие достаточно интересные. Именно летом. При наличии сарафана. С барабаном. С барабаном. Да. Вот, пожалуйста. Можно вообще исполнять танцы народов Африки. Потом. Имеются вот такие вот бусы. Вернее, не бусы. Скорее всего, браслеты. В чем прелесть? Их здесь четыре штуки. То есть, их можно одевать на одну руку, обмотав кисть. Это из чего? Это ракушка. Обработанная. Вот выпилены эти маленькие диски круглые. Нанизаны на нить. И позолоченные замочки. То есть, это где-то изготавливалось. Чаще всего, вот такие вот работы с ракушками и с позолоченными замочками, это очень часто оказывается Япония. Ну, тогда надо исследовать замок. Если есть надпись JAPAN, значит, это оно. В этом же духе выполнены из другого вида ракушек. Необработанные осколки. То есть, они зашлифованы с легонца. Ну, то есть, форму имеют не одинаковую. Тоже. Замочек вот такой винтовой. Тоже вполне интересное колье получается. То есть, стоимость данных изделий можем обговорить при созвоне. Так, интересное украшение. Я его сам для себя называю гривна. Скорее всего, посеребренное. Застегивается вот так. Почистить, я думаю, темные пятна. Клейма никакого нет. Темные пятна идут. Выглядит достаточно интересно. На женской шее выглядит практически все интересно. Ну, кроме толстых рук мавра, которые душат эту шею. Так, интереснейший браслетик. Смотрите, как он. Вот демонстрация происходит буквально на ваших глазах. Смотрите, был просто браслет, а теперь классный браслет. Поэтому торопитесь. Это из чего? Я думаю, это какой-то силуминовый сплав покрытием и какая-то эмалька. И имитирует светлую бронзу или серебро. Это недорогая вещь. Цена ему 50 гривен, поэтому его можно позволить купить. Вот достаточно интересное колье. Из натурального камня. Крупные бусы. Замочек. Все это надето на достаточно толстую леску, так что сорвать будет тяжело. И опять же, стоит эта вещь 200 гривен. Поэтому, я думаю, желаете, приобретите. Будет она вас радовать. Опять же, серьги из натурального камня. Очень красивый, классный. Зеленый цвет, как всегда, очень позитивный. На мой взгляд, недостаток этих предметов, они немного тяжеловесные. То есть, женщины, девушки, кто любит ощущать серьги в мочке своего уха, пожалуйста. Думаю, будут рады. Рады иметь эту вещь в своем гардеробе. И вот по видео они более свет, а на самом деле они более на свет, именно зеленый цвет. Если добавить света, они чуть-чуть меняют оттенок. То есть, в затененности они чуть более глубокий зеленый цвет становятся. При ярком освещении они более прозрачные. Ну, очень интересно, натуральный камень. 300 гривен они стоят. Ну, я думаю, они этого стоят. Ну, и опять же, две подвески. Под, я думаю, шнуры из кожи натуральной, либо из шелка. То есть, здесь мы видим эмаль такого коричнево-вишневого цвета. Думаю, селумин обмедненный. И тоже достаточно интересная работа. Выполнена в другом стиле. Бисер. Набран такой рисунок. Чуть-чуть... Мозаика. Мозаика. Достаточно интересная. Несколько кожаных шнуров позволяют их носить на шее. Данный... Не знаю, если извратиться, то можно как пряжку ремня использовать. Но тут очень надо заморочиться. Любимейшая тема о сильвере. Но не о том, который пират. А о том, который металл и даже изделия из него. Начнем показ. На мой взгляд, наибольший интерес представляет вот таке на мысто. Состоит оно из настоящих бус необработанного розового коралла. И в качестве дукачей использованы царские серебряные монеты. Причем пятачки, скорее всего, Николаевского периода. Я имею в виду все-таки Николая II. А 20-копеечная монета, судя по кольцу внутри основного изображения, я думаю, что это его папенька, то и дедушка. Вторая сторона, где должна была быть указана дата, подзатерта. Вот такая вот датировка. Попалась мне данная вещь. Была она на конском волосе без замка. Конский волос перервался. Пришлось нанизывать на шелковую нить. Тонкую. Моя оценка данного изделия. 4 тысячи гривен. Дорого, дешево. Я не могу сказать. На мой взгляд, с учетом того, что это достаточно старая вещь, она столько стоит. Если она кому-то нужна, пожалуйста, обратитесь. Под вышиванку. Под вышиванку. А под любой костюм, я думаю, даже оно бы смотрелось очень интересно. То есть монетки очищаются, становятся абсолютно белыми. Поэтому вот такая интересная работа. Следующий интересный предмет, который попался мне. Вот такая подвеска серебряная с перламутровой вставочкой. Вот мы смотрим в обратную сторону. Современная. Да, современная. На кольце есть знак 925 пробы. Изготовители они могут говорить. Если кого-то заинтересует, цены обсуждаем только уже при общении по телефону. Потому что для названия цены надо вещь взвесить. Телефон будет под видео. Да. Мы вещь взвешиваем, оцениваем. И в зависимости от сложности работы, от качества, цена за изделие будет колебаться от 30 гривен за грамм до 100. Если там какой-то более-менее интересный камень. Я считаю, это достаточно разумные цены. Интересное колечко. Серебро. 925 проба. Со слов бывшей владелицы данного колечка. Камень, вернее вставочка является крашеным кораллом. Металл из которого исполнено само изделие. Серебро. 925 проба. Как я и говорил. И в комплект к нему можно приобрести еще два предмета. Вот такие вот. Намысточку. Тоже крашеный коралл. Но вставочки из мельхиора сделаны. То есть она рассказывала, что вот этот набор она делала, вставки делала сама. И серьги. Тоже мельхиор. И крашеный коралл. Достаточно интересные вещи. Купить можно как в разнобой, так и комплектом. Цена. Цвет, кстати, красный очень красивый. Да, наверное. Сыщенный. Те, кому он идет, нравится красный цвет, я думаю, будут довольны данным приобретением. Интересным предметом является вот данный браслет. Серебряный. Хотя не имеет клема. Утречком я пробежался к знакомому ювелиру. Он проверил кислотами. Вот. Путем выдвижения вот этого штифта. Мы разнимаем браслет. И получаем вот такую вот композицию. Вставочка я подозреваю, что тоже коралл. На мой взгляд, достойная, интересная вещь. То есть, для девушек, женщин, которые любят на седьмое свето, умеют это делать, пожалуйста, великолепно. Ну, если это коралл, то такой оттенок, как вот кожа ангела, говорят. Возможно, я давно не встречался с ангелами, поэтому тот ли это оттенок, не могу сказать. Так. Думаю, что достаточно сочетаемым с браслетом мы видим серьги. Выполнены в форме лунниц. Интересны тем, что такие достаточно тяжеловесные серьги. На них проба есть 925. И покрыты мелкими кристаллами. Белого, прозрачные и темные, почти черные. Очень интересная работа. Чем-то напоминает старый период доскифов, городов-поселений греческих на Причерноморском побережье нашей страны. Достаточно интересные. Но, опять, это для тех, кто любит ощущать вес данных украшений в мочке своего уха. На мой взгляд, чуть-чуть тяжелово. Не легче, чем вот эти вот зеленые, которые мы делали. Ну, безусловно. Безусловно. Там камень, здесь все-таки металл использовали, драгоценный. Но, тем не менее. Очень интересное украшение. Не одно даже, три украшения. Я назвал сам для себя этот гарнитур день-ночь. Мы имеем из тонкой серебряной проволоки гривенного типа подвеску, которая с одной стороны украшена перламутром, с другой стороны агатом. И под данное украшение идут два перстня. Один серебряный перламутр с окантовкой черной и серебряный перстень с вставкой из агата. На мой взгляд, классно для женщин, которые любят. Представьте, вы пришли на работу с хорошим настроением и выставили перламутр, а через полчаса вам его кто-то испортил. Да будь ты проклятый. И выставили его. А ты человек понимает, что попал серьезно. Следующим замечательным лотом являются украшения советского периода. Вот такого, с чернением. Вот такой перстень один. Второй. Чернение здесь как на переднем щитке, так и на боковых поверхностях перстня сделаны. Лимонная позолота легкая. Какая? Ну, лимонного цвета, легкая позолота. То ли затерта, то ли она изначально не глубокая наносилась. Сочи, он вообще не берет фото. В данной же стилистике выполнена вот эта пара сережек. И, к сожалению, вот одна такая серебра. Тоже чернение, серебро. Данный стиль исполнения серебряных украшений был присущ 19-20 веку. Началась как в царской России и продолжалась при Советском Союзе. И также, я знаю, что называется московское, по-моему, чернение. До сих пор это производится. Очень интересное. Чернение наносится по технологиям смешения нескольких металлов. Наносится на поверхность серебра. Потом запекание. Это остается вот такой глубокий рисунок. Чем они хороши? Можно подвергать чистке. Чернение практически не уходит. То есть, это на веки вечные. Пока у вас это изделие есть, оно будет иметь вот такой нарядный праздничный вид. Очень симпатичная работа. Теперь, чтобы чуть-чуть разбавить советскую тиму. А, вот опять же, вот такое вот кольцо. Тоже в той же технике чернения выполнено. Интересный такой, вроде бы, лаконичный орнамент. Там не цветочки, ничего. Но, тем не менее, позитивное впечатление производят. Я считаю, они достойны того, чтобы на них обратить внимание. Интересные авторские работы португальских мастеров. Так, сейчас. Тут второй перстиной был с перламутром. Куда-то я его уже засунул. У тебя в руках? Нет, это с жемчужиной. А, вот с перламутром. Вот, это авторские работы. Привезены были бывшие владелицы в подарок из Португалии. Серебро. И видим, вставочка перламутра. А здесь жемчужина. Очень интересная работа. Имеются клеймы. Ну, что интересно и характерно. Небольшие мастерские производили. На клеймах клеймо мастерской и клеймо мастера. То есть, по логике должно было быть третье клеймо, которое бы обозначало пробу серебра. Поэтому проверить можем только хромпиком. Определить там, низкопробка или нет. Но, тем не менее, это серебро. Следующее изделие. Вот такие вот серьги. Я бы сказал, в таком греческо-минойском стиле. Такой интересный орнамент. В чем-то геометрическим. Тем не менее, напоминает края с рисунками древнегреческих амфор и блюд. Там этот орнамент выполнялся синий, черная краска. В зависимости от общего цвета изделия. И достаточно, вполне возможно, подходит по стилю чуть-чуть к этим изделиям. Вот этот вот перстень. Тоже 925-я проба. Такая достаточно авторская работа. Не часто встречаются. Может быть, там не верх изыск. Но, тем не менее, есть у меня такие вещи. Определенный стиль. Да, определенный стиль создает. Интересные сережки небольшого размера. В форме листиковый, либо перьинок. Интересный, нежный такой орнамент. Вот интересное кольцо. Такая интересная форма. Я такие не часто видел. Возьму на себя смело и скажу, что даже, возможно, первый раз встречаюсь. Тоже серебро 925-й пробы. Но пробы нет, потому что хозяйка уменьшала данный перстень на свой палец. Интересный перстень с вставкой из корала. 925-я проба такая. Вроде бы и массивная. Но вполне возможно, что вот так бы эти вещи сочетались. Достанется они одной хозяйке, владелице. Могли бы составить настроение на целый день. Вот перстенек. Капельное серебро. Потом проволочка. В целом достаточное. Это советское изделие? Да, это советское изделие. Знакомое такое. Сканьфель и грань. Да. Интересная работа. Нежная такая. Вот перстенек с малахитом. Тоже 925-я проба. Такая классика. Следующее изделие, про которое одна из моих знакомых сказала. Интересная вещь. Очень красивая. Подвеска, медальончик на цепочке. Неплохая работа. Достаточно интересная. Не буду утверждать, что прям там авторская. Ну, интересная. Не часто попадается. Хотя орнамент такой, цветочно-растительный. Очень удачно. И нежная, красивая вещь. Да, удачно выполненная вещь. Поэтому. Вот она у нас есть. Ну, теперь, чтобы не соскакивать с темой серебра. Обычно я люблю по восходящей начинать. Ну, вот брошки попались. Мне советский период. Позолото. Это уже не серебро. Это серебро. Серебро. Это серебряная брошь. Это серебряная брошь. Вот застежечка улавочного типа. Плеймы у нас все имеются. То есть, у нас завод-изготовитель и пробы серебра. И повторяюсь, в позолоте. Может, не очень сильно сохранившийся, но тем не менее, такой легкий лимонный цвет присутствует. И дальше мы будем радоваться брошкам. Не все они уже не из серебра, но тем не менее, достаточно интересные. Из фанеры. Рисунок выполнен путем наложения тонких слоев разной древесины. Такой материал называется шпон. Вот есть потеря в данном месте. Ну, интересно то, что сохранилась вот эта вот этикеточка. На ней указано, что произведено в Украине. Какое-то производство было, я подозреваю, расположено где-то там в Закарпатье. Интересные такие национальные мотивы. Если у кого-то нет, вполне может себе приобрести. Потом достаточно интересные брошки. Вот эта. Выполнена на дереве. Рисунок. Ручная роспись. Интересная работа. Если кто-то собирает именно брошки, вот в таком стиле выполненные, пожалуйста, обратитесь. Обсудим цену. Вот такая брошь. Выполнена на металле. Эмалированный. Эмальками нанесен рисунок растительный. Достаточно оригинальная, достаточно такая стильная вещь. Передает дух эпохи. То есть, выполни ее из серебра, и она вряд ли выглядела лучше, чем выполненная из мельхиора. Очень качественная, хорошая работа. Да, достойная попасть в коллекцию. Вполне. Вот, подходят по стилю к этой броши два перстня. Тоже эмаль. Мельхиоровые перстни. Такой псевдорастительный рисунок. А там же такой вполне читаемый цветочек. Хорошая работа, качественная. То есть, мастера уделили время, потратили, получили результат, который достойен восхищения даже сегодня. Продолжим. Интересная брошь с натурального камня, тигровый глаз. Просто шлифованная поверхность, обработанная кромка, булавочка. Но смотрится, если там на какой-то наряд подобрать по цветовой гамме, будет великолепно смотреться. Серьги мельхиоровые с перламутровыми вставками и с бусинками, полубусинками бирюзы. Интересная работа. Выглядят очень хорошо. Невесомая по сравнению с каменными сережками, которые мы уже показывали. Интересные мельхиоровые запонки. Тоже эмаль. Двухцветная. Смотрится очень богато. Сперва я даже подумал, что запонки выполнены из серебра. Нет, мельхиор. Имеется зажим для галстука. Исполнение латунь, металл. И в нем вставки перламутра и, по-моему, агата. Тоже очень интересная работа. Современная женщина может использовать видеоводнок. А возможно, это заколка для волос. Вполне может быть. По форме. Нет, это зажим для галстука. Все-таки зажим для галстука, но тем не менее. Как человек, у которого волосы практически отсутствуют, я мог допустить такую оплошность. Две интересные брошки, на мой взгляд. Классная работа. Лист выполнен из перламутра. Позолоченная брошь с ставками интересными. Такого рубинового цвета. У меня есть подобная производство Чехословак. Я знаю точно. Вполне возможно. И вот вторая в унисон звучит. Жемчужинки, хрусталик, позолоченная. Беда для обеих брошей. Замочки. Нет барашков. Да, барашков нет. Но тем не менее, вполне возможно восстановить, реставрировать. Цену обсудим при общении уже. Пишите, звоните. Пишите, звоните. Ну вот. Брошь, у которой барашек присутствует. Эмаль. В форме лошадки. Такая. Игривая брошь. Под настроение. Забирают лошадок, собачек, котиков. Котиков. Покулярная тень. Поэтому тоже ждет своего владельца. Опять же брошь. С зеленой эмалью. С кристалликами. Нежная, красивая. Достаточно интересная. Ну и такая уж совсем современная. Достаточно массивная. Ну тоже достаточно. Ну это, кстати, может быть 80-е годы. 80-е годы. Я не думаю, что такая уж совсем современная. Тоже достаточно цветочек. Уже винтаж. Ну уже винтаж, да. Возможно даже тоже Чехословакия. Все может быть. У меня просто подобные две были. Очень похожи на Чехословакию конца 80-х. Мне повезло. Рядом профессионал находится. Ну и так. Было мною добрано остатки серьх. Вот такие вот камеи. То есть в подделке куда-то можно запустить. На черном фоне. Женский профиль. Очень интересная. Пластик же, да? Да. Пластик или не пластик. Скорее всего пластик. И четыре подвесочки из натурального камня. Змеевик. Свердолик, я так подозреваю. Розовый кварц. Ну и здесь. С 11-й. Нечто фиолетовое. Аметист. Аметист вполне возможно. Да. Наверное, аметист. То есть это вот. Такие вот украшения попались мне. Буквально. Нет, ну что вот. То, что вот лежит. Это в одном месте попалось. Вот это все было. Собрано чуть-чуть в другом. Но тем не менее. Достаточно интересная коллекция. Сокровища, привезенные оттуда. Оттуда. Из-за. Из-за. В общем, посещая некоторые вполне экзотические страны, типа Египта, решился я приобрести некоторое количество серебряных изделий. Все они клеймированы. 925-я проба. Выбирал на свой страх, риск и вкус. Поэтому. Не, ну безусловно мне помогала моя любимая спутница. Русява. Но тем не менее. В общем, плод наших совместных усилий вот такой. Начнем сверху. Перстни. Ну, просто для звезды. Сказал бы. Перстень для звезды. Просто целое созвездие. Зеленые камни. Понятно, что самые честные продавцы Египта утверждали, что это изумруды. И мы им вынуждены были поверить. Потому что, ну в целом, вот кольцо бабочка смотрится очень симпатично. На женской руке вообще изумительно. А на мужской примерял? Не пытался. А что, стоило? Не знаю. Нет, говоришь, особенно на женской руке. Ну, не знаю. Тоже интересный перстень. Вот такие вот конусы. Позолоченные. С ставками белых кристаллов. Очень нарядно, празднично смотрится. Думаю, неплохо бы кому-то его купить. Потом перстень. Назовем его просто богатый. Букет. С массой кристаллов. То есть, если у кого-то длинные, утонченные пальцы. И какой-нибудь вечер, когда не надо чистить рыбу и картошку. Самое оно. Этот перстень стоит надеть на руку. Очень в национальном стиле. Просто я бы назвал стиль восток-восток. Перламутровая центральная вставочка. Небольшие изумруды по лепесткам. Выполнено. На мой взгляд, самые лучшие украшения, это те, которые передают национальный колорит. Потом интересная булавочка от зглаза. Исключительно от зглаза. Можно, конечно... Все ряжено. Да. Можно, конечно, губу пристегнуть, если кто-то раскатал чересчур. Можем пристегнуть губу. И интересные перстни. Такие небольшого размера. На тонкие пальцы. В общем, вроде как и простые. Но вот наличие большого количества кристаллов, вставленных по контуру, придают ему более праздничный вид. Интересный перстень с подвесным слоном. Интересная работа. Витой перстенек. Подвесочка. На мой взгляд, интересный. А если вы со мной согласитесь, то и на ваш взгляд тоже. Продолжаем рассматривать перстни. Перстень разомкнутый. То есть, его можно регулировать на любой палец, я думаю. И вот этот, наверное, если одеть на верхушку мизинца, смотрелся бы вполне. Я думаю, что это не для того, чтобы одеть до последней фаланги. Хотя ее пальцы нельзя. Была аж возможность. Женщина-дайвер, женщина-акула. Перстень ждет тебя. Ну, не знаю. Наверное, на первое свидание в таком перстне идти не стоит. Почему? Если мужчина не дайвер, то он может испугаться. Это мы, дайверы, отважные мужчины. Акула это даже добавляет определенный, так сказать, экстрим. Радует. А мужчина не подготовленный, ведь может огорчиться и уйти. Понимает, что это вершина пищевой цепочки. Все. Акулы никто не ест. Кроме скандинавов и японцев. Ну, их жизнь заставила. Интересная работа. Не часто встречается. Потом интересными мне показались... Ага, ну вот перстень опять выполнен в стиле эмали. Тоже такая утонченный рисунок растительный. Вот вставочка л-образная. И голубой эмалью такие вот... Мне кажется, не эмаль. Ты моешь кристаллы? Да, какие-то вставочки мелкие. Да, кристаллы. А я с человеком торговался, доказывал ему, что эмали он мне поверил. Сбросил цену. Представляешь, какие мы внимательные. Тоже интересная работа. Достаточно нарядный перстень. Комплект мне очень нравится. Да, замечательный комплект попался. Назовем его Ярыба Ярыба. Замечательная цепочка, выполненная в стиле мышиный хвост. И эмаль на серебре рыбки. В унисон, в том же стиле, выполнен перстень и серьги. Вот, обратите внимание. То есть, данный комплект является завершенным. Рыбки одной породы. И опять, вот рыбка и рыбка. А акула совсем по-другому звучит. Ну, правда, не удивляйтесь, если вас потом начнут называть рыбомоя. Лишь бы не рыбомоево. Вот такое вот кольцо. Серебро. Возможно, если его начистить, оно будет... Ну, может, и не надо. Может, такая патина, мне кажется, идет сюда. Ну, патины на серебряных украшениях, я не считаю, это недостатка. Да, придают некоторый шарм. Браслет с изумрудами, назовем это так. Напоминаю, серебро 925-я проба. Изумрудов масса. Родированная, да? Родированная, да. А ну-ка, положим. Прикинуть на руку? Интересно. Достаточно интересно. По-богатому, я бы сказал. Ну, летом особенно так. Выглядит очень недешево. Снимаем? Снимаем. Как скажете. Так, вот этот перстень мы не показывали, по-моему. Да. Тоже с зеленым камнем. Интересная работа. Опять же, вот сочетание серебра с зелеными камнями, кристаллами, это всегда очень интересно, очень претензиозно. И заслуживает внимания, прошу заметить. Так что у нас пока есть эти изделия. Так, в стиле, в стиле, в стиле. Вот, чисто арабское изделие. Эмаль, красно-синяя, на серебряном фоне. Цвета, по-моему, если я не ошибаюсь, флага Египта. Там, по-моему, белая, красно-синяя полоса такая вот. Под джинсовый стиль классно будет, эти вот, кто носит. Да, вполне возможно, что это будет неплохой выбор. Интересно, продолжая тему зеленых кристаллов, тоже гарнитурчик, серьги, перстенек и, опять же, цепочка мышиный хвост с подвеской. Достаточно интересно. Цвет камни совершенно не передается. Смотри. Ну да, здесь он какой-то... Видишь на экран, посмотри. Да, здесь он кажется совсем темным и мутноватым. Ну, на самом деле, на свету камень играет. То есть, глубина появляется. Вот так вот классно видно. Особенность огранки, то, что он просто закруглен, зашлифован. Грани нет, вот глубина циета получается. А вокруг, по-моему, марказиты, да? По-моему, да. Продолжая тему гарнитуров. Цепочка с вот такой вот тройной вставкой, перстень и две серьги с подвесами. Замечательная подвесочка серебряная. Это тоже Египет, да? Это Египет. Бабочка. Мотылек. 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 Они шевелят мусиками, не трепещут крылышками. Опять, тема бабочек продолжается. И перламутра. И перламутра. Хорошее сочетание, удачное. Нарядное колечко, перстень. Опять, любимая мною тема рыб. Подвески в двух размерностях. С позолотой. Они движутся, да? Да, изгибаются, сочленения движутся. Очень хорошая работа. С ставками рубинчиков вместо глаз. Сколько такие, да? Это мы сейчас можем бросить на весы и прикинуть стоимость данного изделия. Очень интересно. Интересные подвесочки. Ну и опять, подвески, которые меня особенно заинтересовали в Египте. Я уже буквально в аэропорту некоторые покупал. Это вот подвижные подвесочки. То есть мы имеем вот пингвин. Да, там крылышки. Крылышки двигаются, голова, лапки. Да, интересно. Скорпион, подвижные клешни. Динозавр. Прикольная вещица. Движется голова, все четыре лапы. Кенгуру. Тоже движется хвост, голова, верхние лапы, задние. И жабуляка. То есть классная вещь. Тоже лапки подвижные, задние. Или вру. Или неподвижные. Да, ну да. И передние движется. То есть очень интересная работа. Я не могу сказать, что редкие. Вроде что-то подобное и попадалось. Вот крокодил тоже. Ну а с другой стороны, даришь ты девушке кулон крокодил. На что ты нарекаешь? Крокодил ты мой любимый. Ну хотя в Египте крокодил в древних верованиях, когда они были еще не мусульмане при фараонах. Крокодил это был символ долголетия, мудрости. Поэтому, наверное, подтекст совсем другой. Хотя вот пингвин в шарфике. У египтян этого символа не было. Про кенгурони тоже, возможно, ничего не знали. В общем, работы достаточно интересные. Я бы сказал, веселые. Также интересная работа русалка. Ну тут как бы на русалку никто не обидится. Следующая подвеска. Крыло ангела. Тоже вполне интересная работа. Да, стильная очень. Ну подарок для любимой тещи. Это мужчина оценит. Тоже все двигается. Говорит, мама, это вам. Тут совсем уже для любимой вот так. Чтобы портретные черты просреживались. Пожалуйста, тоже. Маменька, я помню о вас. Ну и на фоне этих изделий, подвески вот такого типа. Ну здесь просто вот. Пустотелая, но из серебра выполненная подвеска. Фараон у нас. Аминхотеп. Или Рамзес. И вот такая вот. Поэтому, как говорится, если у вас возникнет непреодолимое желание, я надеюсь, что оно возникнет, приобрести что-либо из данных вещей. Два перстенечка. На прощание показываю. Мы их упустили. Да, мы их упустили. Интересный регулирующийся перстенек. То есть объем пальца не особо играет роль. И опять сердечко, но маленькое. То есть есть с большим сердцем, а есть с маленьким. А, ну и совсем уже простота на фоне всего. Бронзулетка со скорпионом. Это есть царь скорпионов. Значит, если логически рассуждать, должна быть и царица скорпионов. Это для нее. То есть опять, если кто-то решит, пожалуйста, обращайтесь. Еще раз. Цена изделий будет оглашена после взвешивания, после понимания, насколько сложная работа. Опять с камнями дороже. Там, где камни отсутствуют, дешевле. Опять работа, допустим, без камней, но с двигающимися элементами, тоже дешевле не становится от этого. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь, обсудим, поговорим. Напоминаю, да, в телефон под видео. Всем пока. Всем спасибо за внимание. До встречи.